Hola amigos! И прям не знаю с чего начать, а всем знакома такая тема. Ну вот бабки появились, ну зарплата или еще что. И ты такой сходу шоппинг знакома. Ну тогда смысл рассказывать, как штаты при долге в 35 триллионов в первые два дня нового финансового года слили 347 миллиардов и не стоит. За два дня, Карл. Там еще британцы такие, чуваки вы оху... А не-не-не, не так. Ну мол то, что вы сейчас в трубу летите, это где-то даже отрадно. Но ваш крах ухреначит глобальную финансовую систему. Америка сейчас напоминает пьяного моряка на берегу. Бабки есть, а коса и кривая. Да пофиг, 21 век, сейчас все лечится. Живем же один раз. Да, умные страны уже начали сокращать свое участие в американском госдолге. Но ядрить с режимом чурного кролика, что включили штаты, а не чисто физически, вывести свое не успеют до краха. Дядя Сэм, одумайся. Ну а что ты такие? Да, но что же мы так, а шоппинг? А тем временем в Ватикане, где падре сидит, которого за последнее время только ленивый политик не пинал, ибо святой присутствовал в жилу, когда в повесточке плывет и тренды отрабатывает. Ну а тренды это святое. И решил тут падре собрание сочинений грехов поправить. Но вы в теме, да, не своруй, не убей, позволь согрешить, не зачавший и т.д. Так что one more thing. Говорит, что нехорошее и недоброе в отношении мигрантов отныне грех. Да, они всякие вещи творят, ну и что, терпимее надо быть. А кто посмеет, что ляпнуть, гореть тому, ну вы поняли. И все это на основании новой версии католической доктрины. Ну а что, удобно же, прям как телефон. Фигак открываешь, а там куча новых фишечек. Это ведь так работает. А если кто опоздал или не успел, не переживайте. Ведь цирк с конями в садах имени самого Бурреля продолжается. И в новом сезоне нас ждет судебное разбирательство, которое инициировала Европейская комиссия против Венгрии. Ибо, о да как смело Венгрия принять закон о защите национального суверенитета. Какой к чертям суверенитет, да еще и национальный, в Евросоюзе. Откуда Орбан вообще это слово родил. И по мнению комиссии, закончик Орбанский нарушает демократические ценности и основные правила Союза. И вас, конечно, надо спирает узнать, а что же это за закончик такой волшебный. Ну так про Фара, а 38-го года в Штатах слышали? Он же еще закон об иногентах, который в Канаде на днях под шумок приняли и во Франции. Но то Франция им можно. Ну вот а-ля, если какой-то усняк втихарика принимает бабло от других государств для ведения подрывной политической деятельности или на политические цели, то могут такие гении малек присесть. А это нарушение фундаментальных ценностей ЕС. Ибо другие государства во имя свободы и демократии должны иметь право баблишко подкидывать в другие страны. Ну, в кэше или печеньках, неважно. Там уже все от запросов общества зависит. Хотя во всей этой истории неясно только одно. А почему до сих пор Еврокомиссия Францию не нагнула по этому закону? Ну ладно, пару лет назад, когда Макронию еще в себе жилку реформатора не обнаружил. И страна уверенно росла, и экономике ничто не угрожало. Но сейчас-то что стесняются? Госдолг Франции почти 3,5 триллиона. Колонии бегут, а вместе с ними и уже из самой Франции. Более 50% молодежи от 18 до 24 изъявили желание щемиться нахрен из Макролэнда. И того звездеца, что Маню устроил за пару лет. Ну а сам гений слово молвил. А чуваки, чуваки, зацените меня осенило. А походу наша прежняя модель существования закончилась. Ну все, допрыгались, а! И это не вопрос, типа, вот, корректировки или отрицательного роста. Не, все, нам... Аааа, ну, нам... Да как же, да? Ну, короче, это другой мир уже, вот, 24-й год. А знаете, в чем еще прикол? Что мы сейчас продолжаем совершать те же ошибки, что и раньше. Так что это 24-й был по-мнейшим, да, этим. А 25-й будет еще веселее. Кроме того, через 2-3 года нас, ну, весь Евросоюз в сборе вообще выкинут из рынка. Все, ёпта, рынок к нами подотрется и вот так вот ручками сделает. Тут еще в Штатах выборы, и чует моя задница, мы тут вот все хихикать, как Шольц начнем. Ну, давайте будем реалистами, что ли? Мавр сделал свое дело, Мавр может пойти на... Или как там в оригинале было? Короче, Европа сделала свое дело и более не является главным приоритетом США. Ну, знаете, мы были надежными и качественными, ну, вот, made in Европа. Ну, одноразовыми, да. И это было приятно, но, черт возьми, ну, очень быстро, мы толком даже проникнуться не успели. И главным приоритетом США является США, что нормально и справедливо. И мы полностью поддерживаем США в том, чтобы нас использовали как... Ну, чтобы мы уже... Ну, то, что мы уже не приоритет. Второй приоритет США это Китай. А что касается остального, ну, тут все зависит от ситуации. Может, сможем чем-нибудь вот нашего сюзерена удивить. Ну, знаете, вот новинкой какой, запахом клубники или еще чем. И он снова о нас вспомнит. Но пока имеют, как имеют. А, то есть, имеем, что имеем. Но это не упрек и не обида какая. Просто ЕС штатам более неинтересен. Да, но странно, что не задался вопросом, а кто же все это сделал, а как же так получилось? А может, в голову можно не только кушать? Да не, бред какой-то. Отличного дня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok